20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Бьюти Тайм на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Фестиваль итальянского кино в Челябинске открыла комедия «Стажер». А зрителей ждала не только премьера, но и творческая встреча с исполнителем главной роли. С актером Гульермо Поджи познакомилась и съемочная группа Бьюти Тайм. Кинотеатр Пушкина вот уже пятый раз принимает российско-итальянский кинофестиваль. На этот раз зрителям предложили премьеру – авантюрный фильм «Стажер», которую представил исполнитель главной роли. В наши дни профессия адвоката стала обычной, низкооплачиваемой и совершенно обесцененной. Только русские понимают эти тонкости, эти детали, эти оттенки значений. На самом деле это не я выбрал. Это только случай, что меня зовут чаще всего сниматься в комедиях. Ввиду того, что итальянские комедии – это комедии высокого уровня, я горд тем, что я комедийный актер. Это было отличным сюрпризом для меня, и также для меня было открытием, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и также, я думаю, здесь существуют аналогичные проблемы, которые представлены в фильме. И таким образом я вижу, что этот фильм, который является сообщением, не только для нашего народа. Такие фильмы редко доходят до большого экрана у нас в стране. И как это часто бывает с фестивальным кино, его представляют на языке оригинала. Погружаться в саму атмосферу фильма, страны, слушать именно те интонации, с которыми говорит актер. То есть из первых уст это очень многое значит, больше понимаешь. На самом деле субтитры потом практически минут через пять уже не замечаешь, и смотришь, просто погружаешься в эту атмосферу фильма. И мне кажется, это намного больше даёт эмоций. В чём ценность читать книгу на оригинальном языке, а не в переводе? Хорошо, если переводчик был Пастернак. А если не Пастернак, а какой-нибудь Иванов Иван Иванович, так и здесь. Не факт, что переводчик будет поэт и писатель с мировым именем. Мне интереснее смотреть на языки оригинала, потому что я именно изучаю язык. Мне нужно слышать, как говорят. А если мне что-то непонятно, в конце концов, есть субтитры. Кстати, обсуждение фильма оказалось не менее увлекательным, чем сам фильм. И кто бы мог подумать, что многим зрителям даже не понадобится переводчик, чтобы пообщаться с актёром Гульермо Поджи. В Италии у меня не было больших возможностей говорить с публикой, потому что итальянская публика не была настолько заинтересована в этом фильме, как я вижу публику российскую. В то время как в России я проводил по получасу, разговаривая всего лишь с одним человеком, и это для меня самое дорогое. Вот это отдача, которую я получаю от публики. В этот день Италия царила в каждом уголке кинотеатра, начиная от завораживающей музыки и кухни, заканчивая бесконечными разговорами на итальянском, поклонников этой страны и культуры. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Внешний вид человека всегда отражает его происхождение, статус, род занятий и художественный вкус. Если в прежние века эта картинка была максимально точной, в наши дни всё слишком запутано. Произошла некая путаница, так как можно встретить человека с очень высоким достатком в рваной футболке, либо наоборот, существуют те марки, которые предлагают достаточно доступный, солидный образ и можно выглядеть весьма респектабельно. Но тем не менее предметы, которые отражают принадлежность человека к определенным кругам, существуют и в наши дни. Если мы говорим об успехе и о достатке, то это будет ювелирные украшения знаменитых домов, драгоценности с камнями высоких характеристик, аксессуары люксовых брендов, затем премиальные мехат. Это современные коды роскоши, которые на сегодняшний день великолепно вписываются и сочетаются с вполне демократичным образом, но подчеркивает все-таки статус человека. Такие вещи оценят по достоинству в кругах людей обеспеченных, там, где материальный достаток играет очень важную роль. Не секрет, что на сегодняшний день часы Шанель, сумки Эрмес, Луи Вютон и другие предметы роскоши, их часто подделывают. Но это порочный путь носить подделки. Это безвкусно, не стильно, это удар по репутации. В некоторых странах даже противозаконно. Если нет возможности приобрести оригинал, на сегодняшний день масса недорогих брендов делают реплики. Но приобретать именно подделку – это фальшь. Это будет видно, это почувствуется, и это не приветствуется ни в каком обществе. Еще одной возможностью стать обладателем предметов роскоши является так называемый вторичный рынок. Вторичным рынком для таких предметов на сегодняшний день являются брендовые комиссионные магазины. У нас проводятся такие операции, как прием на комиссию ваших изделий, где вы назначаете свою стоимость. Скупка – это мы непосредственно оцениваем ваше изделие и его выкупаем. И также в залог мы примем ваши дорогостоящие вещи, если вы не готовы с ними расстаться, в залог. Для наших покупателей мы, безусловно, гарантируем подлинность тех изделий, которые мы представляем в комзол. Перед тем, как принять вещь, мы отправляем на аутентификацию, либо экспертизу. Если это ювелирные изделия, наши гемологи производят оценку. То есть мы на 100% несем ответственность за то, что мы вам продаем. И это оригинал. Вы знаете, есть такое выражение, я его очень люблю. Быть необычным достаточно просто, а быть самим собой дорогого стоит. Поэтому будьте сами собой и красивые вещи пускай вас радуют и украшают. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. 15 февраля на сцене Конгресс-холла. Одно из лучших шоу мира. Абба Реюнион. Настоящие гитары Бьерна. Винтажная пианино Бенни. Оригинальная Фрида из знаменитой Абамании. И победительница британского голоса в роли Агнеты. 15 февраля. В честь Дня Всех Влюбленных. Мировое шоу Абба Реюнион в Конгресс-холле. Категория 6+. Это Beauty Time. Программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что сезонность в моде скоро отменят, поскольку летом уже давно носят меха, а зимой сарафаны, в нашем полном контрастов регионе все же разделяют гардероб на легкий и теплый. Говоря о последнем, обязательно возникает тема верхней одежды. Если раньше мы относились к шубам как к элементу роскоши, то сейчас мы на них смотрим гораздо проще. Шуба в этом сезоне может быть как натуральная, так и искусственная. Может быть в сочетании нескольких фактур меха. Крашеная однотонная, являться полотном для картин, для комиксов. Подбирайте шубу, которая будет продолжением вашего гардероба и впишется логически в ваш гардероб. Любовь к пальто характеризует изысканного модника. А чтобы не быть слишком чопорным, пальто должно быть слишком стильным. Мы не ограничены в одном силуэте. Сейчас мы наблюдаем и оверсайз, он еще не ушел у нас из жизни. Но уже приталенные силуэты, они больше начинают доминировать в настоящей моде. Если раньше же опять мы смотрим, сравниваем пальто длинное, относилось к разряду вечерней моды, то сейчас оно плавно перетекло в спортивный стиль. Говоря о модных силуэтах, нельзя не упомянуть любимый в последние сезоны бомбер, как в классическом виде, так и в различных модификациях. Бомбер Бомбер это укороченная куртка на молнии с акцентами на рукавах и на линии талии. В этом сезоне мы наблюдаем целый ряд бомберов из меха, из неопренов, из трикотажа. А как вечерний вариант мы можем рассмотреть шелковый бомбер, также с акцентами на горловину, с акцентами на нашивки блестящие. Мы можем также бомбер использовать как с брюками, с юбками, но в нашем варианте это с кружевным платьем. Подклад в верхней одежде это не только техническая необходимость, но и повод для дизайнерских экспериментов. С подкладом на верхней одежде достаточно интересно работать. Подкладка может быть как однотонная в цвет. Возможно смешать все цвета, которые есть в верхнем изделии. Это можно поработать именно с нашивками, с наклейками внутри подклада, для того, чтобы внутренняя часть была еще интереснее, чем внешняя. Кстати, концептуальный гардероб не просто набор модных предметов. Это прежде всего правильное сочетание их между собой. Ну и соответствие вкусу яркой личности. Вы смотрите Beauty Time, программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Тема окружающей среды, вопросы урбанистики. Сегодня волнуют значительную часть городских жителей. Об этом дискутируют в сетях, это обсуждают на телевидении и в глянце. Журнал «Собака.ру» выходит в 21-м городе России. И о каждом из них представители питерской редакции стараются составить личное мнение. Мы все с вами здесь агенты клиента. Мы находим людей, которые, собственно, меняют мир вокруг себя к лучшему. Я, на самом деле, не из тех людей, которые заранее формируют себе что-то, чтобы потом очароваться или разочароваться. Я, на самом деле, предпочитаю приезжать и быть абсолютно открытой к тому, что я увижу четкое понимание красоты и уникальности того места, в котором ты живешь. И его облагораживание, его благоустройство. То есть понятно, что мы можем все переехать и наверняка действительно для каждого есть какие-то лучшие места на земле. Но действительно, я замечаю, и об этом говорят и в Красноярске, и в Иркутске, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде. Люди начинают видеть красоту тех мест, в котором они живут. Я думаю, что в Челябинске такие люди тоже есть. Это можно назвать, я не знаю, просвещенной урбанистикой. Но по факту для нас это просто, наверное, осознание самих себя и самих себя в контексте города. Есть такое настроение у жителей в регионах, что только в столице все самое лучшее, красивое, актуальное передовое. А в отдаленных городах все с точностью да наоборот. Что у вас есть действительно очень круто. Во-первых, те деревянные дома с теми уникальными, очень тонкой резьбой наличниками, которые остались в Челябинске, они заслуживают отдельной популяризации. Я проехала на машине по городу и немножко прошлась. Все снимала, сохранились даже ворота. Это потрясающе, я считаю. Потом, вот здание элеватора Государственного банка. Я понимаю, что оно не является памятником архитектуры. Очень жаль, что это так, но по факту это действительно уникальное сооружение. Мне великолепно, что мы можем посмотреть на него, возможно, его последние годы. Если может собственник этого здания сделать что-то, мне кажется, ему будет впоследствии благодарна вся страна, потому что, мне кажется, аналогов этого памятника в принципе нету по всей России. Кроме того, у вас великолепная совершенно акустика в Театре Глинки. Я была в полнейшем восторге, потому что, во-первых, оркестр не глушил голоса. Во-вторых, каждый голос был прекрасно слышен. Голоса были очень чистые. Я получила удовольствие, потому что действительно, когда ты рядом находишься с голосом и с музыкой, она действительно тебя абсолютно по-другому пронизывает. Это великолепно. Сам театр, вот я знаю, что местные его немножечко поругивают, но на самом деле вы абсолютно не правы. Во-первых, великолепные росписи. Плафоны с пейзажами. Я нигде такого не видела. Мне кажется, театр очень красивый. Я бы сходила еще в ЧТЗ, где тоже есть советские росписи, советские фрески. Я еще не успела. Видела на картинках. Я считаю, что это тоже уникально. Театр Наума Орлова. Очень красивое здание. Я поснимала. Там такая прекрасная лестница, которая вот такой изящной линией уходит, видимо, для завоза декораций. Наша с вами задача образовывать себя и понимать, что вот все то, что вокруг нас есть, представляет ценность. Это очень круто. У вас есть и градозащитники, у вас есть и идеологи, у вас есть люди, которые придумывают фестивали документального кино. Мне кажется, вам есть чем гордиться. И на самом деле, мне кажется, наша с вами задача, как журналистов, это напоминать постоянно челябинцам, петербуржцам, людям, которые живут в Савмаре или в Иркутске, о том, что мы живем здесь не просто так, нас окружают прекрасные люди. И, в общем-то, абсолютно в наших силах что-то исправить или сделать лучше. Для того, чтобы улучшить мир вокруг, совсем не обязательно собирать митинги и реорганизовывать масштабные акции. Начать можно с малого. Например, донести использованную батарейку до пункта приема или же просто улыбнуться соседу в лифте. Я всегда за теорию малых дел. Мотивировать себя довольно просто. Надо все время себя немножечко подкинувать, не давать себе завязнуть в позиции жертвы и, на самом деле, понимать, что позиция жертвы – это иногда может быть слишком удобной позицией для того, чтобы ничего не делать. Мы все в эту ловушку время от времени попадаемся, но по факту, наверное, всегда хорошо в голове держать, к чему ты хочешь прийти. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово-159. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», 2-й этаж. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажи. Запись на индивидуальный визит 223-43-63. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Вы также смотрите Food Time. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok